Есть такая традиция в Центре инновации – каждый год, 14 марта, проводить городскую Олимпиаду по 3D-технологиям. Таким образом, в областном центре отмечают Международный день числа ПИ. Проверить свои знания может каждый. Хотя, как утверждают организаторы, сейчас формат Олимпиады стал немного проще. Изначально она задумывалась как такой некий проект, который делается с каждым ребенком. Сначала он создает модель на заданную тему, потом печатает ее на 3D-принтере. Но поскольку мы на горьком опте первой 3D-олимпиады поняли, что 3D-печатят очень долго, поэтому теперь у нас все в таком быстром режиме происходит. То есть дети просто создают 3D-модель, пытаются сделать ее как можно красивее, как можно качественнее. Задача перед участниками Олимпиады – создать 3D-модель. Задание для всех одинаковое. Итак, задание – лук. Время пошло. На выполнение задачи всего 10 минут. Хотя, как утверждают организаторы, даже этого времени достаточно для создания хорошей работы. Я сделала лук, но который едят люди. Можно было сделать и лук обычный, но который едят, и которые им стреляют. Сначала сферу взяла, потом взяла конус, и его много уменьшила, и пыталась сделать как стоящий. И потом увеличивала, делала больше всего. И еще корни добавила. На этот раз конкурсантов около сотни. Многие участвуют впервые и сильно волнуются. Победит тот, чья модель будет самой сложной и красивой. Финалистов выберут в двух возрастных категориях – младше и старше 14 лет. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.